Всем привет мои дорогие друзья я рад вас приветствовать в новом ролике хочу вас предупредить если хотите больше контента заходите на бусте там все на неделю вперед кроме Человека-паука там на несколько недель хватит также если хотите узнать расписание выхода серии то заходите в мой ТЛИ и ГРАИМ канал там есть фотографии когда будет выходить из серии в каком порядке если быть точнее также у меня здесь скорость сервер где вы можете со мной поговорить в телеграме тоже что ж я сказал все что хотел. переходим к ролику радужный мост асгарда лауфей вместе с двумя возвышающимися над ним гигантами появился из радужного моста и ступил на золотую платформу когда враги асгарда появились их скептические и настороженные взгляды мгновенно исчезли ведь локи мог воспользоваться этой возможностью чтобы отправить их к солнцу или поразить неожиданностью и численностью по прибытии даже если локи сын лауфея он не получил достойного воспитания как такового в глазах короля ятунов локи асгардец и это не изменить хотя кажется он надежнее асгардец поскольку только он один приветствовал их прибытие ни одного воина асгарда не наблюдалось богоподобный лжец высунул гунгнир из панели управления прекратив использование радужного моста отец добро пожаловать в асгард пока питер смотрел как тор с покорным выражением лица наклоняется и берется за рукоять мьёльнира грозовые тучи с ненормальной скоростью заполонили небо увидев их питер понял что его время с мьёльниром закончилось но он не рассердился и не обиделся на это это неизбежно и питер предпочел бы чтобы бог грома сражался у него за спиной а не где-либо еще это с самого начала не моя сила подумал питер в то время как тор поднимает мьёльнир над головой и несколько нитей молнии сходятся над ним образуя целый разряд который раскалывается и ударяет в молот когда яркая вспышка от молнии рассеялась джейн и ее группа мгновенно убедились в правдивости бредней тара тут же обычная одежда тара сменилась на его фирменные золотые асгардские доспехи дополненные элегантным красным плащом лицо тара озарилось выражением чистого счастья а из глаза скатилась слеза он очень скучал по этому чувству поднеся мьёльнир к лицу он победно ухмыльнулся вокруг молота сверкнула молния тор по-настоящему радовался своему воссоединению со своей силой и верным оружием наконец-то он снова стал целым от такого и питер улыбнулся чувствуя облегчение от результатов своей работы я мог оставить мьёльнир себе если бы сильно хотел но такой исход гораздо лучше хотя один предусмотрел что как только тор усвоит урок молот вернется к нему питер мог найти множество способов сохранить его в своем арсенале самый простой из них убить тара что было особенно легко ведь всего несколько мгновений назад он являлся обычным смертным лишившись человека к которому он должен по умолчанию возвратиться мьёльнир стал бы его по крайней мере пока не появится кто-то более достойный само собой питер не злодей поэтому он никогда бы так не поступил да и молот скорее всего не выберет себе владельца который пойдет на такое боже пробормотала джейн оглядывая тарас ног до головы горячим взглядом ухмылка только усилилась когда тор повернулся и увидел что женщина которая его заинтересовала смотрит на него как носочный кусок мяса кокетливо подмигнув своей возлюбленной тор повернулся к питеру полной благодарности спасибо тебе друг мой говорит тор крепче сжимая мьёльнир трудно отказаться от такой силы я уважаю тебя человек-паук не паря об этом питер пожимает плечами привези меня как-нибудь вас горд и мы в расчете я также не против экскурсии по этому месту позже питер попросит у недавелира оружие на замену а если тор или его семья не захотят то питер всегда сможет открыть портал и сам попросить гномов наверняка я смогу как-то заплатить за их услуги с надеждой подумал питер конечно тор смеется с распростертыми объятиями я приглашу всех моих друзей медгарда на пир по возвращению звездочка взрыв звездочка пока тор праздновал возвращение своих сил сработала последняя взрывчатка тони окутав разрушителя дымом от взрыва к этому моменту все мирные жители уже покинули район тони сражался так что разрушитель был прижат к одному месту выигрывая время для побега жителей не успел рассеяться дым как один огненный оранжевый луч вырвался и попал в бронированную грудь тони отбросив его назад к питеру который успел сделать шаг в сторону звездочка тыдых хрясть звездочка когда красно золотая броня тони пролетела мимо питера он врезался в большое стеклянное окно закусочной и остановился только после удара о стол за которым они кушали всего несколько минут назад разбив тот в щепки и разбросав повсюду еду с напитками похоже пришло время для второго раунда говорит питер пока то не встает и начинает скидывать еду со своего костюма когда дым рассеялся можно было увидеть нетронутого разрушителя стоящего в центре небольшого кратера по центру дороги черт вот же ж крепкая фиговина комментирует тони выходя из закусочной с остатками еды на броны я займусь им объявляет тор направляясь по улице к разрушителю будучи уже не беззащитным тебе нужна помощь спрашивает питер но прежде чем тор успевает ответить его товарищи асгарцы выходят вперед мы займемся им говорит сиф когда она и трое воинов становятся позади тара и идут за ним в бой мы рады твоему возвращению тор говорит вальстагг похлопывая своего истинного короля и друга по плечу и я тоже друзья мои говорит тор когда молнии начинают танцевать по всему его телу его глаза не отрываются от зловещей фигуры разрушителя брат чтобы плохого я тебе не сделал чтобы не заставила тебя пойти на это прими мои извинения но этот мир ни в чем не виноват как и его жители говорит тор все ближе и ближе приближаясь к разрушителю зная что брат слышит каждое его слово подняв мьёльнир выше головы молния срывается с облаков и ударяет в разрушителя тот бьется в конвульсиях и падает на одно колено а тор размахивает мьёльниром подбрасывая себя в воздух когда разрушитель встает на ноги и смотрит на небо где тара окружали облако и сильный ветер в воздух начали подниматься обломки предыдущей битвы разрушитель остался на месте в кратере удерживаемый на земле своим огромным весом пока ветер разбрасывал обломки вокруг он поднимает голову открывает лицевую пластину и выпускает огненную струю в сторону тара ничего не боясь уже после возвращения своей силы тор пикирует вниз прямо на луч держа мьёльнир перед собой мьёльнир сталкивается с огненным энергетическим зарядом разрушителя и две силы встречаются в воздухе через несколько секунд тор и мьёльнир начинают набирать преимущество преодолевая и отталкивая взрывной луч разрушителя устремив луч вниз на разрушителя тор обрушивает свой молот на его голову сбивая автомат она с ног мгновенно трое воинов и леди сив по готовности окружили поверженного разрушителя прижав его за руки и ноги тот бракался и бился о груз прижавший его к земле даже на мгновение подняв друзей тара которые с трудом удерживали гигантского автомата она от возвращения на ноги словно разгневанный разрушитель начал выпускать свой огненный луч в открытое небо разрывая грозовые облака повсюду приземлившись рядом со своими друзьями тор направился к голове глядя на разрушителя словно на умирающее животное достигнув цели тор отводит свой молот назад и ударяет им по открытой лицевой пластине глубоко вонзая молот в голову нарушителя отступаем кричит тор своим друзьям оставив на время мьёльнир тор и его друзья асгарцы бегут в укрытие освободившись от мешающего груза разрушитель наконец-то смог подняться на ноги но, к сожалению, он опоздал не имея возможности убежать из-за мьёльнира огненная энергия внутри автомата она накапливается в теле и взрывается вырываясь из каждого отверстия его металлического тела несмотря на взрыв разрушитель остался совершенно цел упав на землю без всяких внешних потерь огненная энергия внутри него полностью погасилась оставив металлического робота безжизненным словно марионетку без неточек подойдя к нему тор вытащил мьёльнир из лицевой пластины и оставил его безжизненную тушу в кратере Хеймдель открывай радужный мост зовет тор готовый вернуться домой и выяснить какой ущерб нанес его брат ответа нет Хеймдель на этот раз он кричит чуть громче но снова ничего не происходит тюрьма Асгарда Хеймдель открывай радужный мост в тесной тюремной камере Хеймдель застыл во льдах напоминая большую бронированную мороженую картошку когда в его голове раздался голос Тара хотя бывший привратник Асгарда был застывшим он все еще мог видеть и слышать ничто не ускользнет от его всевидящих глаз и ушей если разумеется для этого не применялось какое-либо волшебство как это сделал Локи при посещении Ятунхейма к сожалению Хеймдель хотя и мог видеть оказался не в состоянии двигаться и выполнять приказы отданные ему законным королем Асгарда даже если он сможет отаять выбраться из этой тюрьмы и проскочить мимо бесчисленных стражников станет практически невозможным ему оставалось только следить и слушать за событиями вокруг совершенно бессильной действовать он открыл бы его если мог я боюсь худшего сказал Тор с беспокойством глядя на остальных тогда мы застряли здесь навеки пораженно комментирует Вальстальг существовал только один путь Вазгарда из него и это путь через радужный мост по крайней мере они знали только о нем если Хеймдель не захочет или не сможет открыть этот путь то они останутся запертыми на земле в обозримом будущем тогда нам лучше начать обустраиваться в новой жизни Фандрал кокетливо смотрит на Дарси включив обаяние все ли земные девы так прекрасны кошачья улыбка появляется на губах Дарси наслаждаясь вниманием в конце концов Джейн не единственная у кого есть красивый инопланетный жених нет, ты в присутствии совершенства Дарси ответила уступчивым тоном Хеймдель Тор не обращает внимания на разговоры вокруг него и кричит в небо неужто он не в состоянии открыть его подумал Питер, когда снова ничего не произошло Питер не был уверен, когда именно это произойдет но он мог поклясть то, что радужный мост уже должен открыться когда Тор начал понимать, что уже, возможно, домой не вернуться то не улизнул от группы и направился к безжизненному разрушителю вот так красавица, а? подумал Тони, пока его и чью дисканировал сбитый автоматон я собираюсь разделать тебя на части, узнать о тебе все и использовать для модернизации своего костюма пока внутренний безумный ученый проявлялся в Тони Тор, наконец, перестал звать Хеймделья, понимая, что что-то не так кажется, у нас появилось больше времени на двоих любовь моя, Фандрал в самом деле наседал на Дарси не обращая внимания на вновь образовавшуюся пару Питер повернулся к Тору, которого охватило растущее чувство ужаса должен ли я открыть портал в Асгард? подумал Питер, задаваясь вопросом, сможет ли он это сделать Питер никогда не пользовался порталами за пределами Земли и даже не знал сможет ли он открыть портал куда-нибудь в случайную часть космоса без координат или чего-то подобного да, он может открыть портал в место, где никогда не находился на Земле но зато у него имелись представления о том, где они находятся так он открыл портал на Эверест, ни разу не побывав там он знал, что эта вершина находится в горной системе Гималай, который расположен между Непалом и Тибетом используя эти параметры, Питер как бы мог вычислить место положения и открыть портал именно там, где хотел с другой стороны, Асгард он видел только в фильмах Питер не знает ни пространственных координат, ни галактики, ни ближайшей звезды, ни даже того, на какой стороне Вселенной он находился теперь, раз он углубился, Питер точно знал, что не сможет открыть портал в Асгард, даже если захочет, а он, несомненно, хочет что ж, вот подстава, подумал Питер, обернувшись и увидев вдалеке знакомую лысую голову уж натворил ты дел, да прокомментировала Древняя, удивив всех, когда они вскочили на ноги, готовые снова сражаться она склонна наблюдать за многими важными событиями в жизни Питера, тем более, что эти события, как правило, совпадают с ее любимой временной шкалой Сначала Древняя не хотела раскрывать себя, но потом в ее голове прозвучали слова ее самого любимого ученика Ты не обязана умирать Есть более скрытный способом справиться с этой ситуацией, а именно, перейти к Радужному мосту в Асгарде и открыть его для Тара Она могла войти и выйти без единого свидетеля, ни один, ни Хеймдель ничего бы не увидели Разумеется, она этого не сделала и, по правде говоря, не знала почему Конечно, слова ее ученика могли поколебать ее мнение, но тот молод и безрассуден В его аргументах была уйма недостатков, но она чувствовала непреодолимую потребность просто уступить и довериться своему ученику Значит, ты решила присоединиться к Мстителям, учитель? Спросил Питер с ухмылкой, сбивая с толку всех окружающих, особенно тех, кто его знает По его мнению, раз она готова открыться всем этим людям, значит, она начинает смотреть на ситуацию с его точки зрения Я еще не решила, сказала Древняя, взмахнув рукой и создав портал прямо между Питером и Тором Ни за что Не сказав больше ни слова, Древняя исчезла, как будто ее и не было Кто это? Спросил Тони, подойдя к нему и волоча за собой тушу разрушителя Мой учитель Вы скоро снова встретитесь, загадочно говорит Питер, жестом указывая на портал рядом с собой Благодаря ей у нас появился путь в Асгард Заглянув в портал, Тор усмехается, увидев на другой стороне знакомый образ Радужного моста А те, кто не привык видеть порталы Питера, в изумлении смотрели на портал, с трепетом изучая его Повернувшись к прекрасной леди Джейн, Тор берет ее за руку и нежно целует Она смотрит на него глазами полными страха, как будто больше никогда не увидит его Какая бы судьба ни ждала меня, ты, ее часть, говорит Тор, с любовью беря ее на руки и наклоняясь для поцелуя в губы После прощания асгардцы прошли через портал, оставив землян позади Я пойду осмотрюсь немного, Питер попрощался со всеми взмахом руки и скрылся в портале Прежде чем Тони успел решить, стоит ли ему поступить так же, портал захлопнулся Плевать, подумал Тони, схватив разрушителя за ногу и потащив его по бесплодной улице Мне в любом случае нужно заняться вскрытием Дворец асгарда Один лежит без движения в своей лечебнице и спит неподвижно, как труп, из-за сна Одина Сон Одина, состояние глубокого сна, в которое Один периодически входит, чтобы дать восстановиться силе Одина, магической энергии и источнику силы Гунгнира Находясь во сне, Один оказывался уязвимым, хотя он осознавал, что происходит не только вокруг него, но и во всей вселенной Его любящая жена и королева, Фрига, сидит у его постели и постоянно наблюдает за ним Есть причина, по которой Локи мог править совершенно безнаказанно с момента своего неофициального коронования Все потому, что его мать почти никогда не покидала Одина во время его сна Вдруг Фрига услышала снаружи какое-то шарканье, затем ворчание и звук падающих на землю бронированных стражников Вскочив на ноги, Фрига взмахнула рукой, что активировала меры безопасности на дверях, плотно заперев те Схватив лежащий рядом меч, она ловко обнажила его и наложила на клинок подготовительное заклинание Звездочка Бах Быдух Гвух, Звездочка Вскоре двери начали трястись, так как некто снаружи пытался силой проникнуть в комнату Хотя дверь была плотно заперта, она продержалась не более нескольких минут, прежде чем распахнась, и в комнату ворвался закованный в броню ледяной великан Без малейшего колебания Фрига взмахнула мечом в сторону возвышающегося синего незваного гостя и рассекла ему плечо Ах Йотун застонал от боли, когда меч пронзил его броню и вошел в кожу Как раз в тот момент, когда он собирался нанести ответный удар королеве Асгарда, мучительное чувство жжения охватило тело ледяного великана А-а-а-а-а-а-а-а-а Закричал от боли синий воин, когда его ледяное тело начало воспламеняться и гореть изнутри Казалось, будто кто-то закачивает расплавленную ловов его кровь, что было особенно ужасно для существа, созданного для холода Через несколько секунд крики прекратились, и обугленное тело великана упало на пол в виде горящей и кровоточащей плоти Выхватив заколдованный меч из огненной каши ятунского воина, Фрига повернулась к открытым дверям и увидела то, чего никак не ожидала Локи Когда Тор и его верные спутники вышли из портала и попали в Асгард, Тор медленно подошел к дверному проему и ошеломленно посмотрел на прекрасный город по другую сторону Радужного моста Он не мог не восхититься своим домом и не почувствовать ностальгию от открывшегося вида Не прошло и недели с изгнания, а его дом, казалось, засеял новым блеском, которого Тор раньше не замечал Он по-настоящему оценил свой родной мир До своего изгнания Тор прошел бы мимо этого вида, не задумываясь о своем доме, но теперь все изменилось Вся красота Асгарда сеяла перед его глазами Я дома, подумал Тор, в то время как троица воинов присоединились к нему Ты в порядке? Спросила Сив, утешающе положив руку на плечо Тора Да-да, с запинкой ответил Тор, просыпая ситуация пенения Мы должны отправиться во дворец Хеймдаля нет на посту, а значит, Локи что-то натворил Вы не против, если я пойду с вами? Чужой голос испугал Асгардцев, заставив их выхватить оружие и насторожиться Когда они повернулись с целью увидеть незнакомца, Питер шагнул в комнату, и портал закрылся за ним И кратко иоу Сказал Питер и помахал рукой, любуясь этим местом Человек-паук, почему ты здесь? Спрашивает Тор, пока все опускают оружие Я не мог упустить возможность посмотреть на продвинутую инопланетную цивилизацию Поэтому я прыгнул в портал, пока он не закрылся, говорит Питер, подходя к Тору и любуясь видом города позади него Звездочка-свист-звездочка Вот это да, какая красивая архитектура, комментирует Питер, любуясь всем, от горизонта города до гор и водопадов, которые, казалось, падали в небытие Это место можно назвать раем для сторонников плоской Земли Асгард не являлся планетой, в отличие от большинства других мест Нет, он представлял собой плоскую Землю в форме неровного диска посреди космоса с водопадами, уходящими в пустоту космоса Я не знаю, что за плоская Земля, но Асгард и правда прекрасное место, улыбается Тор, будучи счастливым, ведь его новообретенный друг по достоинству оценил красоту его дома Тебе не обязательно знать, Питер пожимает плечами Просто некоторые безумцы думают, что наша планета плоская, как и ваша Вот как, с пониманием кивает Тор В конце концов, у каждой цивилизации есть своя доля сумасшедших, и Асгард тоже не исключение Ну что, пойдемте Говорит Питер, направляясь в сторону города Поняв, что они потеряли еще больше времени после прибытия Питера, Тор взмахивает Мьёльниром и взмывает воздух в сторону города, оставляя позади неспособных к полету Выходит, нам придется бежать, бормочет Вальстаньк Не нам, а вам, говорит Питер, пуская паутину, которая прилипает к красному плащу Тора Увидимся, яхоу Помахав на прощание троим воинам и леди Сив, Питер подхватывается импульсом Тора и устремляется за ним Пока Тор, оседлав ветер, мчится над мостом к дворцу, Питер крепко держится и любуется раскинувшимся внизу городом А может прикупить здесь домишко Подумал Питер, гадая, разрешит ли Асгард такое Хотя я всегда могу остаться у Тора при посещении Локи В шоке воскликнула Фрига, когда Локи появился на пороге лечебных покоев Одина Поспей, ладно Голос сына раздался в ее правом ухе, когда тот исчез у двери, словно мираж Локи каким-то образом появился позади матери и обхватил ее затылок светящейся белой рукой Мгновенно Фрига стала крайне вялой и сонной, она потеряла сознание и рухнула в объятия сына Когда Локи убрал тело матери с глаз долой в угол за удобную колонну, в комнату вошел Лауфей с уверенной ухмылкой на лице Его единственный оставшийся в живых страж, ледяной великан, следовал вплотную за ним, готовый наброситься на ближайшего врага, который будет угрожать его королю Увидев беспомощную фигуру своего злейшего врага, мирно спящего в центре комнаты, король Ятунов впервые за долгое время почувствовал тот самый вкус победы Ходят слухи, что даже в таком состоянии ты видишь и слышишь все вокруг себя Надеюсь, это правда, ведь так ты узнаешь, что твоя смерть наступила от рук Лауфея Насмехается Лауфей, подходя к Одину, который беспомощно лежал в своей постели Подняв руку, Лауфей материализовал на ладони ледяной кинжал Заметив это, Локи незаметно маневрирует по краям комнаты и становится позади своего биологического отца, стараясь не привлечь внимания оставшегося охранника Когда Лауфей замахивается по беззащитному врагу, Локи вонзает острый конец Гунгнира в его спину и пронзает ледяное сердце Тут же ледяной кинжал в руке Лауфея разлетается в дребезги, и он выкашливает полный рот крови, которая падает на грудь Одина и пачкает его одеяние По предатель, Лауфей заикается от боли, поворачиваясь, чтоб посмотреть в глаза своему убийце слэш сыну Локи смотрел, как жизнь вытекает из глаз его биологического отца, не моргая Когда безжизненное тело Лауфея рухнуло на землю, Тор и Питер подоспели как раз вовремя, увидев, как Локи вытаскивает Гунгнир из трупа короля етунов Знай, твоя смерть наступила от руки сына Одина, Локи повторяет слова Лауфея с усмешкой на лице Разгниванный неожиданной и быстрой смертью своего короля, последний йотун в комнате материализовал большой ледяной молот и замахнулся им на Локи Внезапно обладающий молотом войны ледяной великан остановился на месте, и его глаза расширились Как и его товарищ, последний йотун в комнате закричал в агонии, когда его тело охватило пламя Через несколько мгновений обугленный великан падает на землю, а его ледяной молот разбивается на кусочки Стоя позади него с гневным выражением лица, Фриго вытаскивает свой заколдованный меч из спины йотуна и обращается к Локи за ответом «Сын мой, что ты натворил?» — спрашивает Фриго, не замечая Тора и Питера у двери «Мне тоже интересно», — Тор дает о себе знать, входя в комнату с Мьёльниром в руке Тор Радостно восклицает Фриго, бросаясь к Тору и заключая его в свои объятия Тор отвечает на объятия матери, но его глаза остаются прикованными к брату и копье в его руках Локи также с настороженностью смотрит на Мьёльнира в руке брата «Да начнется драма», — подумал Питер, открывая портал к своему тайнику с закусками и доставая ведро попкорна, чтобы насладиться зрелищем «Нашел свой путь, да?» — комментирует Локи, жестом указывая на Мьёльнир «Все благодаря тебе», — отвечает Тор с нахальством в голосе Фриго сразу же улавливает напряжение, возникшее между ее сыновьями, и пытается понять, что происходит «Что это значит?» — спрашивает она в замешательстве «Почему бы тебе не рассказать ей, а, Локи?» «Расскажи нашей матери о том, как ты сказал мне, что отец мертв, и все по моей вине» «Как мать запретила мне возвращаться?» «Как ты послал разрушителя убить наших друзей?» «А потом и меня», — Тор выложил всю грязь своего брата На заднем плане слышалось слабое похрустывание Питера, который прислонился к стене и запихивал попкорн под маску в рот Разумеется, семейная интрига слишком отвлекала их, и никто не обращал внимания на его поведение Фрига смотрит на Локи, встревоженная и растерянная, в поисках ответа «Я сказал это только для того, чтоб ты не пытался вернуться, ни более», — правдиво объясняет Локи Либо он не подумал, либо специально оставил команду неопределенной, предоставив разрушителю самому интерпретировать его слова «Ты талантливый лжец, брат» Всегда им был, Тор уже натерпелся лжи и больше не верил ничему из уст своего брата «Но я рад твоему возвращению, брат», — с улыбкой говорит Локи, которая вскоре превращается в полную серьезность «А теперь, если ты меня извинишь, мне нужно уничтожить Етунхием» Локи внезапно поднимает Гунгнир и стреляет в упор в Тора, выкидывая того через открытую дверь в коридор Прежде чем что-то еще могло произойти, Питер стоял на пути важного решения Спасти Етунхием или самого Локи А может, сразу обоих Спасти Етунхием или самого Локи А может, сразу обоих Думал Питер, стоя на пути важного решения В первом фильме от Эрилоки перегружает силу Радужного моста для уничтожения Етунхиема и всех его обитателей Однако Тор разрушает Радужный мост прежде, чем царство будет полностью уничтожено Само собой, частичное разрушение хуже полного Етунхием и так является абсолютной пустошью, так что кто знает, насколько хуже он станет, если направить в него луч смерти уровня апокалипсиса, который едва не разрушит все вокруг Если решаться на спасение Етунхиема, то Питеру придется помешать Локи вообще запустить Радужный мост Что касается Локи, то Питер с его спасением определиться сложнее Падение Локи с Радужного моста через удобно расположенную червоточину – важный момент в кинематографической вселенной Марвел Гораздо важнее любого другого изменения руками Питера Без этого момента Земля, возможно, не подвергнется нападению Читаури, и Питеру станет гораздо сложнее заполучить Камень Разума, поскольку Танос должен отдать его Локи в виде копья, чтобы помочь тому в миссии по поиску Тессеракта Хотя, Читаури, скорее всего, и так придут, подумал Питер, поскольку, кажется, такой план принялся еще до появления Локи Больше всего Питера беспокоила возможность не получить Камень Разума Хотя в спасении Локи есть и положительные стороны Питер может получить еще одного члена Мстителей, а также Благодарность Одина, который в настоящее время является одним из сильнейших существ во Вселенной «Правда, он уже старый, кажется, застрял во сне Одина», – уныло подумал Питер После, казалось бы, многочасового размышления, Питер пришел к шокирующему решению Такой выбор удивил даже его самого «Хер с ним, давай немного пошалим, а?» Пробормотал Питер, когда Тор столкнулся со стеной в конце коридора «Мне всегда было чуточку жаль Локи» «Может, я смогу ему помочь» Прежде чем Тор успел подняться, Локи начал использовать иллюзию с целью ускользнуть Прямо на глазах у растерянной матери Локи исчез быстрым магическим движением Хотя на самом деле это была простая иллюзия Локи сделал себя невидимым и попытался выскользнуть из комнаты К счастью, Питер знал, как противостоять этому трюку, и влил в свои глаза немного энергии Элдриха И сразу же он увидел, как человекообразная масса магической энергии пытается пройти мимо него «Куда это ты собрался?» Воскликнул Питер, высунув ногу и поставив под ножку Локи, в то время как богоподобный лжец не ожидал, что кто-то его увидит Как только нога Питера соприкоснулась с Локи, его заклинание невидимости отменилось, и он упал с недоуменным выражением лица «Почему бы тебе не остаться и не утешить свою мать?» Она выглядит расстроенной, советует Питер, пуская паутину в Гунгнир и отдергивая его назад Локи, казалось, предвидел это, красная энергия окружила копье и расплавила паутину при соприкосновении, не дав Питеру выхватить его «Не лезь в мои дела, смертный», потребовал Локи, перекатившись на бок и выстрелив из Гунгнира в сторону Питера Оттолкнувшись от земли, Питер подпрыгнул к потолку и прилип к нему, с относительной легкостью увернувшись от энергетического луча «Это такой способ приветствия», комментирует Питер, отталкиваясь от потолка и целясь двумя ногами в лоб Локи Как раз в тот момент, когда он собирался врезать ногами в Локи, сильный порыв ветра ударил в Питера изнутри комнаты Почувствовав приближающуюся атаку, Питер выстрелил паутиной из каждой руки в противоположные стены и повис, пока сильный поток ветра пытался сдуть его Когда порыв ветра прекратился, Питер приземлился в центре коридора и повернулся к своему последнему нападавшему «Слушай, я понимаю все эти ваши защитные материнские инстинкты, но я пытаюсь помочь», — сказал Питер, глядя на Фриггау, которая только что послала заклинание в его сторону, защищая Локи Прежде чем Фрига успела ответить на слова незнакомца, с другого конца коридора послышались раскаты грома «Вот ты и доигрался», — Питер повернулся к Локи со взглядом, говорящим, «Ты облажался» Повернувшись, Питер и все остальные увидели, что по коридору в их сторону идет одетый в молнию Тор Одинсон, законный король Асгарда «Локи, зачем тебе все это?» — в отчаянии спросил Тор «Ты так хочешь быть королем? Неужели трон стоит тога?» «Вот тут ты ошибаешься», — отвечает Локи, вставая и глядя прямо на Тора «Я никогда не желал трона. Я лишь хотел быть равным тебе. Теперь сразись со мной» Локи направляет свое копье на Тора, ожидая его первого шага Тем временем Тор останавливает свое продвижение и с жалостью смотрит на младшего брата «Я не буду сражаться с тобой, брат», — объявляет Тор, когда молния вокруг его тела рассеивается «Я не твой брат». «И никогда им не был», — говорит Локи, но Тор не понял, что Локи имел в виду «Почему ты решил, что ты не равен своему брату?» — спрашивает подошедшая Фрига, не понимая, как все дошло до этого «Все!» — рычит Локи в гневе «Знаешь ли ты, каково это, жить в тени пщеславного, высокомерного, незрилого и упрямого идиота?» «Чего бы я не добился, отец видел только Тора «Сначала я думал, что все из-за того, что Тор первенец, но ты открыла мне глаза» Тор молча слушал, ожидая услышать, почему его брат оказался таким «Я не твой сын», — сказал Локи Фриги, которая покачала головой в знак несогласия, а затем повернулся к Тору «И я не твой брат» Фрига и правда сказала Локи, что его усыновили, но она также сказала ему, что он все еще ее сын, и это не изменить То же самое и с Тором и Одином, хотя Локи, почему-то, так не думал «Локи, это безумие», — говорит Тор, вешая Мьёльнир на бедро «Давай просто положим оружие и поговорим» «Время для разговоров прошло», — заявляет Локи, исчезая Используя тот же трюк, чтобы снова найти Локи, Питер уже не смог обнаружить его энергию «Неужели на этот раз он телепортировался?» «Способен ли он на такое?» Задался вопросом Питер, так как не знал масштабов способностей Локи «Есть идеи, где он?» Спросил Питер, зная, что ему предстоит отправиться на Радужный мост Хотя он не мог сказать этого без каких-либо доказательств «Он направляется к Радужному мосту», — ответила Фрига после минутного раздумья «Зачем ему туда идти?» В замешательстве спрашивает Тор «Он пытается сбежать» «Вряд ли», — Локи сказал, что ему нужно уничтожить Етунхейм, — говорит Питер и делает паузу, так как уже знал ответ «Можно ли использовать Радужный мост в качестве оружия?» Зал затихает, поскольку Тор не обладал достаточными знаниями, а Фрига была слишком напугана, и не могла ответить на его вопрос Не желая больше ждать, Тор взмахнул своим молотом и вылетел из соседнего окна Он направлялся прямо к Радужному мосту и делал все возможное, чтобы угомонить своего брата Как раз когда Тор вылетел из окна, оставив Питера и его мать одних, из лечебной палаты позади них послышался шорох и медленные шаги Обернувшись, Питер увидел хрупкого, но сознательного Одина, с усталым, но решительным выражением лица «Отведите меня к моим сыновьям» Прибыв к Радужному мосту, в его конце Тор застал своего брата парящим в центре над панелью управления, внутри которой зажат Гунгнер Его левитирующую фигуру окружали бесчисленные северные руны, сопровождаемые линиями заклинаний, которые связывали все с Гунгнером внизу «Столько лет, а никто так и не осмелился использовать Радужный мост в качестве оружия», — говорит Локи, приветствуя брата коварной улыбкой «Локи, прекрати это!» — воскликнул Тор, когда вокруг его тела заплясали молнии Локи лишь насмехается, наблюдая, как массивный купол, в котором они находились, медленно поворачивается, нацеливаясь на Ятунхием При виде этого Тор быстро действует и бросается к панели управления, планируя вытащить Гунгнер до того, как его брат сможет полностью запустить Радужный мост Когда он устремляется вперед, из ниоткуда показывается ледяной прозрачный барьер, в который Тор врезается головой Звездочка бумс звездочка Заглянув внутрь барьера, Тор увидел ледяной ларец Тот соединялся с барьером и накачивал в него столько энергии, что ее хватило бы на блокировку армии среднего размера Ты не сможешь остановить процесс Радужный мост будет набирать обороты, пока не разорвет Ятунхием на части, сказал Локи, посмеиваясь над братом Не желая так просто сдаваться, Тор хватает Мьёльнир и начинает изо всех сил бить по морозному барьеру Звездочка грохот грохот грохот, звездочка Куполообразный барьер покрывался рябью от каждого удара молота Тора, но не подавал признаков разрушения Во время последнего удара Тор заметил, что на барьере появилась крошечная трещина, но благодаря ледяному ларцу она залаталась в считанные секунды Зачем тебе все это? Тор спросил своего брата, запыхавшись Я хочу закончить то, чего не смог сделать отец Навсегда уничтожить их род Когда он проснется, он поймет мудрость моего поступка, надэминно говорит Локи, презрительно глядя на Тора Я не вижу здесь никакой мудрости Внезапно старческий и усталый, но сильный голос прозвучал в комнате Повернув головы в сторону, Тор и Локи увидели, как через золотой портал вошел хрупкий и растрепанный один Он был слишком слаб, и не мог самостоятельно передвигаться, поэтому его поддерживала их мать, Фрига Обычно после сна один а тот просыпался полностью омоложенным, но не в этот раз Проделки его сыновей, а в основном Локи, заставили его выйти из столь необходимого сна раньше, чем требовалось Войдя следом за королем и королевой Асгарда, Питер удивился тому, что увидел на Радужном мосту Такого не было в фильме, подумал Питер, разглядывая расположение Рун Локи рядом с барьером Хотя это логично Мое вмешательство, скорее всего, заставило его действовать раньше, чем планировалась точка Когда комната затихаяла при появлении Одина, Радужный мост перестал поворачиваться и теперь был направлен прямо на Етунхием Уставившись на отца с ожиданием, Локи изначально был полон надежд, ожидая любой формы одобрения со стороны Одина Однако, услышав слова отца, эта надежда сменилась печалью и гневом Локи, немедленно остановяя это, приказал Один, одарив своего самого проблемного сына суровым отцовским взглядом Уже слишком поздно, отвечает Локи с мертвым взглядом в глазах, когда руны вокруг него начинают светиться, заряжая Радужный мост Вскоре в куполе начала накапливаться энергия Радужного цвета Там, где она должна стабилизироваться, чтобы безопасно переправить кого-то через Вселенную, энергия продолжала нарастать, почти ослепляя невооруженный глаз Сын, теперь я знаю, что во многом разочаровал тебя, и я ужасно сожалею об этом, но уничтожение места твоего рождения не исправит ситуацию Один изо всех сил пытается вразумить Локи Опусти барьер и положи этому конец, пожалуйста Локи застыл на секунду, никогда не слыша, чтобы его отец говорил подобным образом Могучий всеотец просит прощения и использует слово, пожалуйста Такое и представить себе невозможно Однако вместо принятия слов отца близко к сердцу Локи лишь ехидно усмехнулся в сторону всеотца Осторожнее, отец, Локи предупреждает Одина с нисходительным тоном На старости лет ты становишься сентиментальным и глупым Глаза Одина на мгновение расширяются, когда он вспоминает слова своего второго сына, сказанные им незадолго до его изгнания Старый дурак с больной головой Оказывается, у тебя с Тором гораздо больше общего, чем каждый из вас хотел бы признать Один бармочет в поражении, пока Локи готовится выстрелить накопленной энергией радужного моста Локи, остановись! Кричит Тор, снова безрезультатно колотя по барьеру Звездочка бумс-бумс-бумс-бумс, звездочка Вот и настала моя очередь хоть что-то сделать, подумал Питер, после чего взмахнул рукой, создавая рядом с собой портал и проникая внутрь Ты не должен убивать целую расу Устало прорычал Тор, отказываясь от попытки преодолеть барьер во второй раз Откуда такая новообретенная любовь к ледяным великана? Ты ведь хотел убить голыми руками, спрашивает Локи, недоумевая, что же случилось с кровожадным братом, которого он знал всего несколько дней назад Я изменился, спокойно отвечает Тор Это радует, ведь я тоже изменился, отвечает Локи, касаясь рукой близлежащей руны и приводя радужный мост в действие, чтобы открыть огонь по Етунхейму Король и королева Асгарда в ужасе смотрели на происходящее, понимая, что означает эта руна Каждый из них готовился стать свидетелем Тога, как любимый сын совершит геноцид целой расы Однако произошло нечто странное Вернее, вообще ничего не произошло Вместо того, чтобы выпустить луч энергии, радужный мост, казалось, отключился, так как накопленная энергия начала медленно, но неуклонно рассеиваться Локи, который всего несколько секунд назад победно ухмылялся, мгновенно заметил, что что-то не так Нахмурившись в замешательстве, Локи осмотрелся и не обнаружил ничего плохого ни в радужном мосту, ни в своей магии Даже барьер по-прежнему исправно работал В комнате раздались вздохи, и Локи увидел, как его семья смотрит на панель управления под ним Проследив за их взглядом, Локи наконец нашел проблему Гунгнир отсутствовал Для активации радужного моста существует два ключа Копьё-одина, гунгнир, и золотой меч Хеймдалле Если не будет хоть одного из этих двух ключей, радужный мост просто отключится и рассеет остатки накопленной энергии обратно во Вселенную Его ищешь Питер обозначил свое присутствие Мгновенно все головы в комнате повернулись к Питеру, который непринужденно стоял в стороне с Гунгниром, вертя его между пальцами Ха-ха Облегченно рассмеялся Тор Отличная работа, мой друг Тем временем его родители вздохнули с облегчением, поскольку радужный мост полностью отключился без остатка энергии Локи в шоке уставился на него, не понимая, как странно одетый смертный смог пройти через его барьер Хотя через мгновение ему предстоит узнать о способе Человек-паук, опускай барьер, сказал Тор, и Питер снова взмахнул рукой Мгновенно в комнате открылись два портала Один, прямо над открытой рукой Питера, а другой, прямо под ледяным ларцом На глазах у всех легендарный артефакт провалился сквозь портал в руку Питера Что, в свою очередь, привело к исчезновению источника энергии и растворению барьера вокруг Локи Больше не стоит бежать, брат, говорит Тор, проходя мимо места, где когда-то был барьер Сдавайся с миром Ладно, говорит Локи, бросая косой взгляд на Гунгнер в руке Питера Опустившись на землю, Локи притворяется, что принимает свое поражение, пока Тор подходит к нему И в тот момент, когда Тор уже собирался схватить его за руку, из рукавов Локи выпадают два кинжола Схватив их за рукоятки, Локи откатился в сторону и метнул два ножа в Тора, который на мгновение остановился, чтобы уклониться от одного кинжола, а другой отклонил Мьёльниром Пока Тор отражал его атаку, Локи использовал свою магию, чтобы исчезнуть в клубах дыма и появиться возле Питера, готовый выхватить у него Гунгнер Благодаря своему паучьему чутью Питер предвидел это и с легкостью уклонился от протянутой руки Локи Подняв ногу, Питер нанес мощный спартанский удар ногой в грудь Локи, от которого тот с громким лязгом перелетел через всю комнату и врезался в стену купола Кто первый встал, того и тапки, сказал Питер, глядя на Локи с пола через всю комнату Найди своё собственное копьё Видя, что в Локи ещё остался боевой дух, Питер решил положить этому конец Подержи, сказал Питер, бросая Ларет Тору и поворачиваясь обратно к Локи Давай-ка отправим тебя в тайм-аут, окей Злая ухмылка появляется под маской Питера, когда он взмахивает рукой, создавая портал над и под Локи А Локи хмыкнул, проваливаясь через нижний портал и продолжая падать через тот, что выше А-а-а-а Повторял он снова и снова, падая всё быстрее и быстрее, так как застрял в петле, которой нет конца Крики Локи обрывались на короткую секунду каждый раз, когда он входил и выходил из порталов. Пошли флешабеки из портала. Портал, которая игра такая. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Локи продолжал бесконечно падать сквозь два портала, пока все наблюдали со стороны. Один с любопытством смотрел на Питера, пока его жена и королева, Фрига, не могла отделаться от ощущения, что над её младшим сыном в данный момент издеваются. Что касается Тора, то он наблюдал за судьбой своего брата с улыбкой до ушей. Несчесть случаев, когда Локи использовал свою магию ради издевательства над ним, поэтому Тор считал его наказание более чем заслуженным. Особенно после всех его поступков за последнее время. Отвернувшись от падающего лжеца, Тор подошел к отцу и матери с ласковой улыбкой на лице. «Мама, я безумно скучал по тебе», — сказал Тор, обнимая Фрига одной рукой, а другой все еще держа ледяной ларец. Повернувшись к своему отцу, из глаза Тора упала скупая, мужская слеза. «Локи сказал мне, что я убил тебя», — сказал Тор, вытирая слезу с глаз и усмехаясь про себя. «Я был так глуп, раз поверил ему. Я знаю, один кивнул, ведь он наблюдал за всем путешествием Тора по земле, находясь во сне Одина. Я видел все. Этого стоило ожидать, Тор, казалось, был искренне рад снова побыть со своими родителями. «Из всех увиденных мною событий я знаю, ты станешь мудрым королем», — заявил один, одарив Тора гордым взглядом, какой может быть только у отца. «Если бы Локи не падал сейчас беспрестанно, он бы сильно завидовал», — подумал Питер, внутренне смеясь. «Никогда не появится более мудрого короля, чем ты, отец. Мне еще многому предстоит научиться. Я понимаю это, но когда-нибудь, надеюсь, я смогу заставить тебя гордиться мной», — Тор решительно посмотрел на отца. «Ты уже вызываешь во мне гордость», — говорит Один, и улыбка Тора становится все ярче и ярче. Фрига, которая сейчас поддерживала своего мужа, чтоб он мог стоять и ходить, наблюдала за их взаимодействием со счастливой улыбкой на лице. По ее мнению, именно такой должна быть их семья, включая, конечно же, и Локи. «Отец, хочу представить тебе моего друга из Мидгарда, Человека-паука», — говорит Тор, жестом указывая на Питера. «Человек-паук, это мой отец, Один». «И краткою», — говорит Питер, помахав рукой родителям Тора, и не думая относиться к ним, как к королевским особам, поскольку он не из Асгарда. «Приятно познакомиться». «Тор много чего рассказал мне о вас». «Да, я видел тебя вместе с моим сыном в Мидгарде», — говорит Один, кивая в сторону Питера. «Спасибо, что помог ему». «Всегда пожалуйста». «Не для этого ли нужны друзья, а?» — говорит Питер, пожимая плечами. «Ага», — Фрига согласно кивает, радуясь тому, что Тор обрел надежного друга. «Можно мне?» — спрашивает Один. Жестом указывая на свое копье. «Ох, конечно», — бормочет Питер, передавая Гунгнир его законному владельцу. «Держи». Схватив Гунгнир и используя его как своего рода трость, Один наконец-то смог перестать опираться на свою жену. Хотя он все также оставался ослабшим и нуждался в дополнительном времени в своем сне Одина, но, имея в руках свое верное оружие, Один снова почувствовал себя сильным. «Спасибо тебе за помощь в этой ситуации и за возвращение Гунгнира с Мьёльниром», — сказал Один, с благодарностью глядя на Питера. «Асгард в долгу перед тобой, и это долго будет оплачен». «Аааахх!» — крик Локи отрывает всех от их разговора. Обернувшись, чтобы посмотреть на своего самого проблемного сына, Один не знал, как с ним поступить. Пускай Тор и бросился с головой вперед в Етунхейм и развязал войну, но он хотя бы не пытался полностью уничтожить это место. Если бы Локи это удалось, бесчисленные мужчины, женщины и дети погибли бы без всякой надежды на спасение. «Действия Локи носят слишком экстремальный характер, вот почему Один не может смотреть на это сквозь пальцы». «Позови стражу», — сказал Один Фриги, которая все еще с жалостью смотрела на сына. «Прикажи им подготовить специальную тюремную камеру для Локи. Она должна быть способна вынести его магию и держать в ловушке. Нам обязательно бросать его в темницу», — спросила Фрига, опасаясь за психическое состояние Локи, если его заключат в тюрьму своей семьей. «Да, не беспокойся. Его можно будет навещать в любое время», — Один говорит с состраданием к своей жене. «К сожалению, на этот раз преступление Локи нельзя оставить без внимания. Могу ли я внести слово?» Питер вклинивается в разговор, пока Локи продолжает кричать и падать. «Говори», — Один просто кивает. «Во-первых, как думаешь, изгнание Тора можно назвать успешным?» Спрашивает Питер, похлопывая Тора по плечу. Оба родителя замолкают и наблюдают за Тором, прежде чем улыбки украшают их лица. «Да, я считаю, пребывание Тора в Мидгарде пошло ему на пользу», — отвечает Один, получая кивок от своей жены. «Тогда почему бы не провернуть то же самое и с Локи?» Спрашивает Питер, получая невольные кивки согласия и от Тора, и от Фриги. Временное изгнание в Мидгард выглядит гораздо лучшим наказанием, чем заточение в темной и одинокой тюремной камере под дворцом, хотя Один не выглядел полностью убежденным. «Идея хорошая, но Локи гораздо искуснее в магии большинства людей. Не пройдет много времени, как он соберет заклинание, чтобы вызвать свой обычный хаос, даже будучи обычным человеком», — говорит Один, покачивая головой. «Хм, а нет ли способа отрезать его от самой энергии?» Спрашивает Питер, и комната замолкает в раздумьях. «Я могу помочь в этом», — знакомый женский голос слышится по Радужному мосту. Тор тут же вернулся в боевой режим, в мгновение Ака развернулся, и вокруг его фигуры снова заплясали молнии. В то время как его мать и отец просто повернулись с удивленными лицами. «Учитель, ты показываешься уже второй раз за сегодня», — Питер говорит со знойной улыбкой на лице. «Ты хочешь мне что-то сказать?» На контрольной панели Радужного моста стояла Древняя со своей обычной лысой головой и в монашеском одеянии. «Нет, теперь вам нужна моя помощь или нет?» Ответила она, до крайности раздраженная своим учеником. «Кто это?» Спрашивает Один у Тора, чувствуя, что их новый гость чрезвычайно силен. «Возможно, даже сильнее его, причем такой же старый. Я известна как Древняя», — говорит она, слыша их разговор. «Она преподает мистические искусства на Земле», — говорит Питер, зная, что Один скоро узнает об этом. «Все, что я использую, я научился у нее. Если у вас есть решение, мы с радостью примем вашу помощь», — Фрига обращается за помощью к Древней. Не говоря ни слова, Древняя повернулась к все еще падающему Локи и взмахнула рукой. Тотчас же бесчисленные круги заклинаний окружили два портала. Через несколько мгновений заклинания сошлись в единый круг, который, словно сэндвич, проплыл между двумя порталами. Когда Локи упал из верхнего портала и прошел сквозь него, заклинательный круг обернулся вокруг его падающей формы, исчезая в его теле. Готово. С этого момента Локи не сможет использовать энергию Вселенной. «Хотя мое заклинание рассеется, когда ты вернешь ему силы», — говорит Древняя, исчезая и оставляя позади впечатленную королевскую семью Асгарда. «У меня много вопросов, но с этим можно повременить», — говорит Один, крепко сжимая Гунгнир, и смотрит в сторону Питера. «Приведи ко мне моего сына». Взмахнув рукой, Питер перенес верхний портал к Одину. «Ах!» — закричал Локи, падая из портала и ударяясь об пол на максимальной скорости. «Звездочка, бац, звездочка!» Тяжело дыша, Локи поднял голову от земли и увидел грозного отца перед собой. «Локи Одинсон. Ты едва ли не уничтожил целое царство в своем детском порыве гнева. Своим высокомерием, обидой и гневом ты хотел совершить одно из самых отвратительных деяний, свидетелем которых я когда-либо был, Геноцид», — говорит Всеотец, прихрамывая, и погружает Гунгнир в панель управления Радужным мостом. Энергия моста начинает нарастать по мере его активации. Вскоре тот выстреливает, и Радужный мост открывается в конце платформы, создавая портал. Один поворачивается к своему второму сыну и хромает к нему с виноватым выражением лица. Уже второй раз он изгоняет одного из своих сыновей, причем за одну неделю. А если считать и его дочь Хиллу, то третий. «Ты не достоин своих прежних титулов», — говорит Один, срывая знаки отличия на одежде Локи, которые доказывали, что он принц Асгарда. И уж точно не достоин тех близких, которых предал и разочаровал. «Подожди, не стоит спешить, отец», — Локи пытается образумить Одина, но время для этого уже прошло. «Мама, останови его, пожалуйста». Фрига лишь печально смотрела, как ее сын умоляет ее о помощи. «Я лишаю тебя силы», — Один проигнорировал слова Локи и продолжил речь. Мгновенно Гунгнир ярко засветился, и Локи почувствовал, как его божественные силы забирают у него. «Именем моего отца, отца моего отца», — Один стукнул острием своего копья по земле, лишив Локи всех одежд, которые выдавали в нем Асгарца. «Я изгоняю тебя». Как только Один провозгласил это, подул мощный порыв ветра, отбросивший Локи через всю комнату в открытое пространство Радужного моста. Как только Локи исчез, Один рухнул на пол и снова погрузился в сон Одина. Нью-Йорк. 485 Вест-стрит, Элиас Инвестигейшнс. В полуразрушенном офисном здании, где любой желающий может арендовать скудное помещение для своего бизнеса, за столом в небольшом кабинете сидела черноволосая женщина. Она одета в черную кожаную куртку, черную футболку и стильные рваные джинсы. Напротив нее сидела пожилая женщина и плакала в платочек, который достала из сумочки. Между ними на столе лежали фотографии пожилого мужчины и, судя по всему, его более молодой любовницы. Мужчина на фото был обнажен и привязан к кровати в гостиничном номере. А над ним стояла молодая девушка, одетая в черный латекс и держащая в руках небольшой хлыст. Разница в возрасте между ними огромная, так как мужчина на фотографии мог бы сойти за дедушку этой властной львицы. Как он мог поступить так, пожилая женщина плакала, не чувствуя ничего, кроме предательства и отвращения. Мы женаты уже 40 лет, ради всего святого. Эта женщина, как и многие другие, с которыми Джессика Джонс сталкивается в своей повседневной работе, стала подозревать своего мужа в интрижке. Не зная, как поступить, она обратилась к подруге, и та направила ее в Ильяс Инвестигейшенс. Небольшое частное детективное агентство, созданное Джессикой Джонс. Что ж, посмотрите на это с другой стороны, Джессика отвлекла ее внимание от уличающих фотографий. Вы можете развестись с этим козлом, забрать его имущество и провести остаток жизни одинокой женщиной. Также можете переехать туда, где неподалеку пляж, и общаться с местными дедушками. Попытка Джессики поднять настроение не увенчалась успехом, так как ее клиентка только сильнее разрыдалась, схватила фотографии и быстро вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. «Эй!» Крикнула Джессика, подбегая к двери и открывая ее. «А мои деньги!» К несчастью, дверцы лифта уже закрылись, и женщина начала спуск на первый этаж здания. «Старая карга», — пробормотала Джессика, готовясь броситься вниз по лестнице, чтобы получить то, что ей причитается. Вдруг, не успела она выйти из комнаты, как сквозь окна пробился ослепительный свет радужного цвета. «А!» «Что за...» — пробормотала она, когда комната мгновенно осветилась. Звездочка треск. Бац, звездочка. В момент, когда свет стал слишком ярким, нечто, или, скорее, некто, влетел в окно, разбив стекло и словам ее стол. Когда свет померг, Джессика увидела обнаженного мужчину, лежащего без сознания на обломках ее когда-то рабочего стола. Джессика на мгновение замерла, не понимая, что делать и что только что произошло. «Нет, у меня есть дела поважнее». Оставив спящего нудиста в кабинете, Джессика поспешила вниз по лестнице, чтобы получить оплату, пока ее клиент не успел уйти. Скоро она разберется со своим странным посетителем. Вряд ли он куда-то сможет уйти. Когда один снова упал в спячку, Тор и Питер осторожно отнесли его бессознательное тело во дворец, где он на этот раз будет спать спокойно. Впрочем, скучать ему точно не придется, ведь испытания и невзгоды человеческого Локи наверняка станут хорошим развлечением. Уложив его на кровать, Фрига осмотрела его, а затем обратилась к Питеру и Тору. «С ним все будет хорошо», сообщила она им, отчего Тор облегченно вздохнул. «На этот раз ему просто нужно поспать без прерываний». «Это хорошо», сказал Тор, глядя на бессильную форму своего отца. «Он никогда раньше не видел его в таком ослабленном состоянии, поэтому для него это было странным зрелищем». «Все дети склонны думать, что их родители – супергерои с вечно жизнью, поэтому всегда досадно наблюдать за их старением и ослаблением». «Я никогда не привыкну видеть его таким», признается Фрига, вместе с Тором наблюдая за спящим Одином. «В глубинах моего сознания всегда живет страх, что он не проснется». Хотя у Тора такое же чувство, он подавил его и переместился к матери, обняв ее одной рукой. «Отец скоро проснется», сказал он с уверенностью, изо всех сил стараясь утешить Фригу. «Нам остается только терпеливо ждать». У Фриги вышла очень эмоциональная неделя. Она хотела, чтоб ее семья находилась вместе и была счастлива, но сейчас это казалось несбыточной мечтой. Хоть Тор вернулся, но теперь и ее второго сына точно так же изгнали. «Я пойду и исследую дворец», сказал Тор после минутного молчания. «Кто знает, что еще натворил Локи в наше с отцом отсутствие». «Ах, да». Чуть не забыла, Фрига говорит с улыбкой, а после берет Гунгнир и передает его Тору. Король Асгарда вернулся. «А-а-а», Тор застыл, поскольку больше не чувствовал себя королем. «Я не знаю, достоин ли я больше быть королем». Неловкая тишина окутала комнату, которую Питер решил снести. «Великие лидеры не добиваются власти, они призваны к ней необходимостью», Питер повторяет цитату, которую однажды прочитал в одной новелле. «Сейчас существует два наследника королевской семьи Асгарда, по крайней мере, о которых я знаю. Ты и Локи. Если ты не король, то тогда Локи остается единственным кандидатом. Я думаю, мы все понимаем, кто из вас является более лучшим вариантом». Фрига хотела вмешаться и защитить Локи, но решила промолчать, так как последнее действие ее второго сына трудно замолчивать. «Еще есть отец», — возразил Тор. «Да ладно». Питер приподнял бровь под своей маской. «Ты имеешь в виду человека, который время от времени впадает в вынужденную кому. Скажи мне, как скоро он снова заснет, и Локи возьмет Асгард под свой контроль». Лицо Тора помрачнело, ведь Питер обрушил на него большую порцию реальности. «Нравится тебе это или нет, но ты нужен этому месту». «По взрослее включи уже свой обан-звездочка и мозг», — жестко говорит Питер, надеясь достучаться до него. «Ты прав», — бормочет Тор, забирая копье у матери. «Но я верну Гунгнир отцу, как только он проснется. В конце концов, мое орудие — Мьёльнир. Хорошо, только не думай, что я буду относиться к тебе по-другому», — говорит Питер, похлопывая Тора по спине. «Я не гражданин Асгарда, так что ты и не мой король». Тору, казалось, полегчало, и он рассмеялся над словами Питера, ведь его новый друг не поменяет к нему свое отношение. «Пусть твой отец гордится тобой», — Фрига сказала, поскольку вид Тора, держащего Гунгнир, напоминает ей гораздо более молодого Одина. «Я сделаю все, что в моих силах». Вернув себе свое законное место короля Асгарда, Тор начал расследовать все действия Локи. У него не ушло много времени на поиск Хеймдалля, заключенного во льдах в камере подземелья, среди других высокопоставленных членов дворца, министров и королевских стражников, что отказались выполнять приказы Локи. Пока Тор освобождал этих людей и проводил расследование, Питер сидел в библиотеке дворца и читал все, что вызывало его интерес. Благодаря фильмам из своей прошлой жизни он знал, что вселенная огромна и полна разумной жизни, поэтому Питер хотел узнать все, что мог, о различных росах, планетах и империях. Гномы, темные эльфы и обычные, ледяные великаны, огненные демоны, титаны, крононцы, сакааронцы, читаури, ксандарцы, крилорианцы, кри, и список можно продолжать и продолжать. К сожалению, в этой библиотеке не было магических знаний, но это не страшно. В ней по-прежнему хранится множество полезной информации. Самой полезной из них оказалось местонахождение планеты, в которой Питер нуждался больше всего на свете. Мараг По крайней мере, он надеялся, что геолокация Марага написана именно тут, ведь здесь лежит так много необходимых книг. Глядя на бесчисленные возвышающиеся книжные полки, Питер не мог не помечать о какой-то способности к клонированию. Оставаясь в библиотеке до глубокой ночи, Питер любезно отказался от участия в устроенном перу по дню возвращения Тара. Он понял, что близок к разгадке, когда открыл очередную книгу с названием, связанным с чужими мирами. Пролистав ее, Питер наконец нашел то, что искал. Мараг – океаническая планета, расположенная в галактике Андромеды у затмевающей двойной звезды М31 вид G00443799-4129236. Одними из обитателей планеты являются грызуны, известные как Орлони, и водяные крокодилообразные существа, прочитал он, и на его усталом лице появилась торжествующая ухмылка. Пора добыть первый камень бесконечности. Найдя пространственные координаты планеты Мараг, где хранится камень бесконечности, Питер начал разрабатывать план поиска этой невероятной вещицы. Найти саму планету стало хорошим началом, но, судя по его воспоминаниям, определить местонахождение камня на самой планете будет ой как непросто. Из-за чрезвычайно разрушительных возможностей камня силы для его размещения было использовано сдерживающее устройство, известное как сфера. Если бы сфера не удерживала неограниченную мощь камня силы, Мараг, скорее всего, уже давно бы полностью распался. Значит, пытаться отследить его энергетическую сигнатуру пустая трата времени, удрученно подумал Питер. Мало того, сфера тысячелетиями была спрятана в подводном хранилище храма на планете, куда отступающие приливы открывали доступ лишь раз в трехсот лет. Что-то подсказывает мне, что время еще не пришло. Питер знал, что пролив откроет только тогда, когда появится Питер Квилл слэш Звездный Лорд, а значит, Питеру придется нырять в океан чужой планеты. Возможно, я смогу предсказать движение приливов и отливов и использовать это для помощи в поисках. Самые важные факторы в предсказании приливов и отливов на любой планете, это положение Солнца и Луны, в зависимости от того, есть ли на Мараге вообще Луна, их расстояние от Земли, направление в пространстве и то, как они движутся. Хотя для самых точных прогнозов требуется еще больше информации, чем это, например, рельеф морского дна. «Придется создать базу на Мараге, если я хочу изучить все это», — подумал Питер, захлопнув книгу, которую читал. «Надеюсь, будет не слишком сложно. Тебе обязательно вмешиваться в камень силы». Знакомый голос раздался по маленькому уголку библиотеки. «Я уже много раз говорил тебе, учитель», — сказал Питер, поднимая взгляд, чтобы увидеть древнюю, сидящего напротив него. «Я планирую многое изменить, включая твою смерть». Древняя замолчала, ее брови сошлись на мгновение. «Ты можешь упростить мне задачу и протянуть руку помощи, как недавно», — сказал Питер, надеясь пропустить утомительное исследование, необходимое для поиска сферы. Где находится храм со сферой? Питер был уверен, что древняя знает, где находится каждый камень бесконечности. Вопрос в том, поможет ли она ему в их сборе. «В последнее время я уже достаточно помогла», — говорит она, — после чего ее фигура на мгновение мерцает и исчезает, снова оставляя Питера одного в библиотеке. Попытка не пытка. Поскольку у Питера имелись фактические космические координаты планеты Марак, он мог отправиться туда в любое мгновение, но перед этим ему нужно раздобыть кое-какие материалы для создания базы. Оставив Тору записку, в которой он предупредил, что скоро вернется, Питер открыл портал в башню Мстителей. Звездочка бацлязг бацлязг, звездочка. Закрыв за собой портал, Питер услышал громкие звуки ударов по металлу, доносящиеся из мастерской тони. Поддавшись любопытству, Питер вошел в мастерскую и увидел стоящего тони над безжизненным разрушителем. На нем была металлическая маска сварщика, а в руках он держал кувалду, которой он с силой разбирал гигантскую штуку на части, деталь за деталью. И кратко «Оу!» — воскликнул Питер, перекрикивая громкий стук. Положив кувалду на плечо одной рукой, а другой приподняв маску, Тони посмотрел на Питера с раздраженным выражением лица. «Ты кинул меня», — первые слова, вылетевшие из его рта, оказались жалобой. «Ну, в следующий раз, когда откроется портал в продвинутую инопланетную цивилизацию, прыгай в него, пока он не закрылся», — Питер поделился с ним советом. «Точно», — саркастически ответил Тони. «Итак, в Волголле все хорошо. В Асгарди, а тогда...» «Все проблемы Тара были решены», — сказал Питер, продолжая объяснять все произошедшие события в Асгарди. «Хочешь сказать, что злой брат Тара разгуливает где-то по земле?» — спрашивает Тони, получая кивок от Питера. «Есть идеи, где он?» «Нет, но я могу потом спросить у Тара». «Он должен знать», — Питер пожимает плечами. «Ладно, поможешь мне разобрать эту железку». Тони указывает на огромного робота между ними. «Мне нужна твоя суперсила. Ее довольно трудно вскрыть». «Конечно, но с тебя тогда помощь в приобретении некоторых припасов», — говорит Питер, зная, что Тони понадобится немного времени, чтобы достать все необходимое ему для Марага. «Припасы для чего?» С любопытством спрашивает Тони. «Я планирую экспедицию на заброшенную планету пришельцев», — говорит Питер, перечисляя различные оборудования и материалы, которые ему нужны. «Я могу легко достать все это к завтрашнему дню, но при одном условии, Тони поднимает один палец и ухмыляется. Я пойду с тобой». «Почему нет?» Легко ответил Питер, не видя проблемы в помощи Тони. «Я не против. Вместе у них уйдет еще меньше времени на поиски Камня Силы. Конечно, на этот раз Питер не будет делиться с Тони найденным сокровищем. Обычно Питер не против поделиться, особенно с друзьями, но Камни Бесконечности слишком опасны для этого. Не просто так Камень Силы поместили в сферу. Его сила необитна и неисширпаема. Одно только его присутствие может привести к разрушению любого человека или планеты, независимо от их силы. Даже Танос не может справиться с безграничной силой Камней Бесконечности, не используя свою перчатку в роли Проводника. Не говоря уже о Камне Силы, который является самым разрушительным из всех шести Камней Бесконечности. К сожалению, Питер тоже не доверит себе Камень Силы, планируя оставить его в сфере, пока не будет изготовлен собственный носитель. А если попросить гномов выковать для меня перчатку Бесконечности? Подумал Питер, но для этого ему нужно будет нарисовать для них чертежи. Да и убедить их будет непросто. Питеру, скорее всего, придется убеждать их с помощью Тара. Но даже тогда будет трудно принудить их к этому. Гномы, увидев чертежи, наверняка поймут, для чего им нужна перчатка. Если все же откажутся, то можно будет попробовать получить квалификацию в кузнечном деле. Правда, будет непросто, точка. Размышлял Питер, пока то не делал несколько звонков по поводу припасов. Глядя на бессильного разрушителя, Питер отбросил эти мысли на задворки сознания и начал разрывать его на части, как и обещал. Вста, эй, тавай, Локи Одинсон застонал от боли, когда услышал зовущий его голос. Голос был женским, с грубым раздражением, напомнившим ему свой обычный тон. Я сказала, вставай. Звездочка шлепог, звездочка. Закричала девушка, когда его челюсть чуть не тряснула, а на правой щеке осталось яростное жжение. А! Локи хмыкнул, открыв глаза, и увидел красивую черноволосую женщину с хмурым выражением лица. Смертная. Как ты меня назвал? Угрожающе спросила она. Где я? Локи проигнорировал ее угрожающую фигуру и огляделся, обнаружив себя обнаженным в куче сломанных деревяшек возле разбитого окна. На его теле даже было несколько занос и синяков на спине, что было довольно больно. В моем офисе, а теперь поднимай свою задницу и отправляйся в банк. Ты должен мне деньги за весь причиненный ущерб, сказала она, изо всех сил стараясь отвести взгляд от его оголенной нижней половины. Банк. Пробормотал Локи, когда воспоминания об изгнании внезапно пришли в его одурманенный разум. Мгновенно Локи затих, поскольку кипящая ярость охватила всю его сущность. Как они посмели изгнать меня? Думал Локи, бушуя в собственном разуме. Не пялься на меня, извращенец. Неизвестная женщина над ним разозлилась, когда Локи стал смотреть в ее сторону. Ты ответишь за каждый ущерб, нанесенный моему бизнесу, и ты заплатишь, а иначе. Вырвавшись из своих мыслей, вызванных гневом, Локи встал и с насмешкой посмотрел на слабую смертную перед собой. Как мог такой бог, как он, позволить простой смертной говорить с ним подобным образом? Или что? Сказал Локи, угрожающе глядя на нее. Я размещу эти фотографии в интернете, говорит она, показывая ему экран своего смартфона, на котором было бесчисленное количество фотографий, где он лежал голый в ее кабинете. Его маленький Локи Тильда Чи был обнажен для всеобщего обозрения. Что подумает его мать? Дай сюда. Локи попытался выхватить телефон из ее руки, но она предвидела это и схватила его запястье другой рукой, сжимая его в своей сверхчеловеческой хватке. Звездочка хруст, хруст, звездочка. Ах! Закричал Локи, когда его запястье сломали в одно мгновение. Ты заплатишь или же, сказала она, окончательно сжав запястье Локи, прежде чем отпустить его. Я ясно выразилась. Локи настороженно смотрит на нее и сжимает свое запястье. Это непростая смертная. Разобрав разрушителя по просьбе Тони, они обнаружили внутри просто полый комплект брони. Ни источника энергии, ни какой-либо технологии. Ничего. Он был абсолютно пуст, но все же кое-что интересное они нашли. По всей внутренней части брони были вырезаны скандинавские руны. В то время как внешняя часть выглядела гладкой и ровной, внутренняя была покрыта линиями и символами. От вида этого Тони не мог не уставиться в благоговении, ведь он впервые сталкивается с магией. Питер знал, что рано или поздно это случится, поэтому он лениво вздохнул и открыл портал. Я ненадолго, сказал он, смутив Тони, и шагнул в портал. Всего через минуту Питер вернулся со стопкой старых книг в руках. А Тони с любопытством наблюдал, как его друг-паук раскладывает книги перед ним. Что это? Спросил Тони, взяв в руки первую попавшуюся. Руническая магия для чайников, серьезно. Когда мы впервые встретились, ты спросил, как я создаю порталы, и я ответил, что с помощью магии, помнишь. Тони кивает, и Питер продолжает. Что ж, я не соврал. Магия, да. Повторяет Тони, начиная понемногу осознавать. Та лысая женщина обучала тебя, не так ли? Да, она сильнейший человек на нашей планете, и, возможно, во вселенной, Питер слегка хвастается силой своего учителя. Ее называют древней. Я уже некоторое время пытаюсь завербовать ее в Мстители. Ха, восклицает Тони, в шоке опускаясь на свое кресло. Это. Тяжело, я понимаю, Питер пытается закончить мысль Тони, но в который раз ошибается. Просто супер. Тони практически вскакивает со своего места и начинает туда-сюда шагать по комнате. Я могу использовать металл с разрушителя для создания нового костюма, добавив к нему эти руны. Тони начал излагать каждую свою мысль вслух, планируя создать идеальный костюм Железного Человека, напичканной магией. Питер думал, что Тони потребуется немного больше времени на осознание существования магии, но, похоже, он недооценил его. Стоило Питеру подумать так, как Тони начал пытаться копировать руны с тела разрушителя. Действуя быстро, пока его друг не покончил с собой или не произошел какой-нибудь другой несчастный случай, Питер выхватил перо из рук Тони. Эй! Крикнул Тони, поворачиваясь к Питеру. Руны слишком опасны, нельзя писать ими даже без всяких знаний, Питер отчитывает Тони, снова протягивая ему книги. Сначала изучи их, а потом начнешь практиковаться под моим руководством. Тони замолчал на мгновение, так как не любил, когда ему говорят, что делать. Хотя после некоторого раздумья он понял, что магия для него в новинку, и ему придется прислушаться к советам Питера. В конце концов, Тони учился годами созданию Тога, что сейчас изобретает. Нырять во что-то новое и опасное было бы неразумно. Особенно когда у него есть кто-то, готовый помочь ему. Твой учитель будет не против. Спросил Тони, протягивая одну из книг. Магия должна быть в тайне, разве нет? Ведь не просто так магия неизвестна во всем мире. Кто-то держит ее под замком. И этот, кто-то, сама древняя. Вряд ли она будет возражать, Питер покачал головой. Ты сам открыл для себя руны. Я вмешиваюсь лишь для того, чтоб ты случайно не устроил какую-нибудь катастрофу. Раз ты уверен. Поскольку Тони нужно было начитаться книжек, изучение разрушителя на время отложили. Перед уходом домой, так как он еще не спал, Питер сделал несколько снимков рун внутри разрушителя ради личного изучения. Асгардские руны фиг где найдешь, подумал Питер, аккуратно фотографируя, прежде чем отправиться домой спать. На следующий день все необходимое для экспедиции на Марак было доставлено в башню Мстителей. Единственный вопрос заключался в том, отправиться ли с ним Тони. Когда Питер только прибыл в башню, он увидел спящего Тони на том же месте, где он его оставил, в окружении открытых книг. Он провел всю ночь в изучении книг о рунах, и заснул на своем месте. Возможно, будет лучше обустроить базу до прихода Тони, пробормотал Питер, порталом укладывая Тони в постель и оставляя его наедине со сном. Прибыв в подземное хранилище башни, Питер нашел все необходимые. Пора отправляться, что ли, подумал Питер и взмахнул рукой, используя координаты Марага, для открытия портала. С открытием портала Питер осторожно заглянул в него с целью убедиться, что ничего не ему не угрожает. По другую сторону портала находилось то, что Питер смог описать только как каменистую пустошь, наполненную туманом и облаками. Уж точно незнакомая планета, подумал Питер, выполняя несколько тестов безопасности, прежде чем шагнуть через портал. Просто взглянув на нее, Питер сразу мог сказать, что это тот самый Мараг из «Стражей Галактики», но этого недостаточно, чтоб он так просто вошел в портал. Он войдет в Мараг только тогда, когда будет уверен в безопасности этого. За последующий час Питер использовал магию и несколько приборов, которые Тони достал для него, для проверки качества воздуха в Мараге, температуры, радиации и т.д. Из фильма Питер знал, что воздух планеты Мараг, как минимум, пригоден для дыхания, ведь Звездный Лорд мог разгуливать без маски, но теперь он в реальном мире, поэтому он должен оставаться настороже. В крайнем случае Питер умрет из-за отсутствия кислорода. Закончив с базовыми тестами, Питер обнаружил, что планета едва ли пригодна для жизни, как он и предполагал. Единственное, что на ней не соответствовало нормам, это наличие каменистой пустоши рядом с океаном, из чего стало ясно, почему планета сейчас пустует. Понятно, почему эта планета была заброшена, подумал Питер, осматривая окрестности. Сомневаюсь, что здесь хоть что-то вырастет. Отбросив эти мысли, Питер начал переносить материалы через портал. Металлические листы, балки, мешки с бетоном и другие материалы, которые он собирался использовать для строительства небольшой базы в безопасном и возвышенном месте. Впервые ступив на Землю чужой планеты и вдохнув ее воздух, Питер ощутил чувство выполненного долга. Конечно, он уже побывал в Асгарде, но то не совсем планета. Марак просто ощущался по-иному. Время попутить, точка. Проснувшись от сна, вызванного переутомлением, Тони увидел время и выругался, обнаружив, что проспал большую часть дня. Выглянув в соседнее окно, он увидел, как солнце уже начало садиться. Джарвиз, заказ для вебхеда уже поступил. Спросил Тони, вставая и направляясь в ванную. Да, ответил Джарвиз, продолжая объяснять действия Питера в башне, пока он спал. Вот ублюдок, ругнулся Тони, сбегая вниз по лестнице, не желая оставаться позади. Его уже оставляли, когда речь зашла об Асгарде, так что он не хотел снова оказаться брошенным. Войдя в подземный склад, Тони бросился к открытому Питером порталу и замер, увидев бесплодный потусторонний пейзаж чужой планеты. На вершине соседнего холма Тони заметил металлическую конструкцию, которую возводила знакомая сенекрасная фигура. Не задумываясь о своей безопасности, Тони прошел через портал и поднялся на холм, не думая проводить тесты, которые Питер сделал ранее в этот день. Звездочка-бат-звездочка. Услышав, что кто-то идет в его сторону, Питер опустил тяжелую металлическую балку на землю и спрыгнул с частично построенной базы, приветствуя посетителя. И кратко «оу», — сказал Питер, помахав рукой, когда Тони с отдышкой поднялся на холм. «Ты отланивал от тренировок. Завались, Тони тяжело дышит, глядя на Питера. Ты снова кинул меня. Ошибаешься, это ты не спал всю ночь», — читая о рунах, Питер качает головой. «Раз ты хотел посетить незнакомую планету ярким и ранним утром, то тебе следовало лечь спать и вовремя проснуться. Причем я также оставил для тебя портал открытым. Проехали, так для чего мы здесь?» — спросил Тони, вспоминая все различные устройства, о которых просил Питер. «Ежу понятно, по какой-то причине ты хочешь предсказать приливы и отливы этой планеты, но зачем? Потому что мне нужно кое-что, что хранится под океаном», — загадочно отвечает Питер, снова поднимая гигантскую металлическую балку и возвращаясь к частично построенной базе. Например. С любопытством спрашивает Тони. «А вот не скажу», — говорит Питер через плечо. «Если ты узнаешь, то захочешь, чтоб я поделился, а в этот раз этому не бывать. Не будь жлобом, Вебхэт». Кричит в ответ Тони. «Разве родители не учили тебя делиться с друзьями?» В ледяной тундре два теплоодетых агента правительства США выходят из своего внедорожника навстречу одному человеку. Их вызвали для расследования большого неопознанного объекта, найденного исследовательской группой в Арктике, это та работа, которой никто не хотел заниматься. Как-никак, нужно было отправляться в замерзшую пустошь. Но они не могли просто пропустить это, ведь это могло быть нечто важное, например, российский шпионский спутник или что-либо еще. Это могли оказаться даже инопланетяне. Само собой, в это уже никто верил. «Вы вызывали». Кричит один из агентов, перекрикивая шум ледяного ветра. «Да, я думаю, там что-то вроде метеорологического шара». Отвечает мужчина. «Хорошо, ведите». Крикнул другой агент, пока они пробирались сквозь ветер и снег. Что бы то ни было, оно наполовину скрыто во льду. «Мы нашли его только несколько дней назад», объяснял их гид, пока они шли. «Как долго придется его вытаскивать?» Спросил один из агентов. «Кажется, вы не совсем понимаете, из ледяного дна показалось очень большое крыло самолета. Вам понадобится чертовски мощный кран. Что бы ль?» Оправившись от шока, агенты вместе с исследовательской группой пытались найти путь в дирижабль, или чем бы он ни был. Примерно через час работы на ледяном ветру им удалось отаять люк, который нашел один из исследователей. Разморозив его, агенты вскрыли его и спустились вниз, попав внутрь неизвестного объекта. Внутри было темно и все покрыто толстым слоем ледяного инея. Агентам пришлось использовать фонарики, пока они маневрировали вокруг и исследовали старинный самолет-бомбардировщик, теперь уже будучи уверенными в этом. Спустя примерно 10 минут поисков агенты нашли кабину пилота, огромную, с гигантским стеклянным окном, которое каким-то образом осталось целым. Через это стекло агенты могли видеть темный океан под льдом, по которому они ходили несколько минут назад. Пока один из агентов любовался видом темного океана, другой освещал фонариком все углы для дальнейшего исследования. Свет фонарика агента отразился от красного, белого и синего круглого объекта, который торчал из льда возле панели управления корабля. Матерь Божья! Марак! Наконец-то мы закончили! Сказал Тони, любуясь металлическим основанием. Что значит, мы? Говорит Питер с легким нахальством в голосе. Я сам все сделал, пока ты просто сидел и филонил от начала и до конца. Эй! Я помог с дверью, Тони пытается оправдать свою лень. Ты протянул мне отвертку, Питер невозмутимо смотрит на Тони. Проехали, давай теперь займемся исследованием, Тони мгновенно меняет тему, готовый путешествовать по неизвестной планете. Я хочу взять несколько образцов и посмотреть, есть ли на этой параде жизнь. Нет, мы возвращаемся, говорит Питер, поскольку хочет отдохнуть после долгого рабочего дня. Да ладно тебе, вебхэт. Тони начинает вести себя как избалованный ребенок. У нас под рукой целая инопланетная планета, которую мы должны обследовать. Вот только не все из нас проснулись час назад, говорит Питер, создавая портал рядом с Тони. «Мы будем делать все, что ты хочешь, завтра, но пока я не хочу ничего, кроме сытного обеда». Ясно, Тони сдался, не будучи таким храбрым, чтобы уйти самому, хотя, не то чтобы Питер позволил ему остаться здесь. Когда двое вернулись на землю, телефоны Питера и Тони тут же начали вибрировать как сумасшедшие. На Марак нет связи, поэтому, как только они прибыли, каждый пропущенный звонок и текстовое сообщение пришли в одно мгновение. «Теперь я даже на день не могу уехать, серьезно». Пожаловался Питер, проверяя свой телефон, ожидая бытовых проблем. А. Все полученные сообщения и звонки были от Фьюри и Наташи, а это тот тип людей, которые никогда не станут спамить по пустякам. Обычно ему приходили жалобы от персонала на более проблемных мстителей, таких как Дети Магнита. Минус 9 пропущенных звонков. Минус 17 текстовых сообщений. «Лысый пират, перезвони мне». «Лысый пират, ответь на звонок». «Лысый пират, перезвони мне». Это важно. Сообщения от Наташи примерно такие же, но уведомлений от нее было в несколько раз больше. «У тебя тоже самое, да». Говорит Тони, украдкой поглядывая на телефон Питера. Убрав телефон из поля зрения Тони, Питер игнорирует его и звонит Фьюри. «Звездочка Рингтон Рингтон Рингтон, звездочка. Где ты был?» Сердито спрашивает Фьюри, отвечая на звонок. «Вне планеты», — говорит Питер, зная, что Фьюри ему не поверит. «Зачем ты атаковал мой телефон, словно ревнующая девушка?» Фьюри смог услышать, как Тони смеется на заднем плане, что еще сильнее взбасило его. «Собираемся в комнате совета», — Фьюри проигнорировал подколку Питера и повесил трубку. «Сегодня он какой-то раздражительный. А разве он не всегда такой?» Прибыв в зал совета, Питер с удивлением обнаружил всех членов совета. «Что происходит?» Спросил Питер, когда они с Тони заняли свои места, ожидая услышать проблему. Нажав несколько кнопок на столе, над столом появилось голографическое изображение гигантского самолета. Команда агентов ЩИТа была направлена в Арктику с целью исследовать неизвестный объект во льдах. «Вот что они нашли», — объясняет Фьюри, указывая на голограмму. «Нацистский самолет-бомбардировщик, Гидра, времен Второй мировой войны. Время пришло». Задался вопросом Питер, мгновенно вспомнив о первом супергерое в истории этого мира. «Хотя именно найденное внутри самолета послужило причиной для этой встречи», — говорит Фьюри, нажимая на еще одну кнопку, «в результате чего плавающее изображение меняется на застывшую фигуру в красно-бело-синей одежде». «Да, это тот самый Капитан Сосулька.» Мгновенно подтвердил Питер. «Это тот, о ком я думаю». Удивленно спросил профессор Ксавьер. «Верно, мы нашли Капитана Америку», — подтверждает Фьюри, переключаясь на крупный план ледяного лица Стива Роджера. «Я понимаю важность этого, но для чего мы здесь?» Раздраженно спрашивает Магнита, который был чем-то занят до созыва этой встречи. «Похороните его как следует и на этом закончим». В том-то и загвоздка, — говорит Фьюри, нажимая на другую кнопку, и на экране появляется видео со спящим Стивом Роджерсом на больничной койке. Он все еще жив. В комнате воцаряется тишина, пока все смотрят видео, замечая активный монитор сердцебиения, подключенный к руке Стива. Мало того, его грудь поднималась и опускалась, когда он вдыхал и выдыхал. «Это невозможно», — недоверчиво пробормотал Чарльз. «Не совсем, лед, видимо, сохранил его», — говорит Тони, начиная искать объяснение этому. «Эксперимент суперсолдата, судя по всему, позволил ему выжить в течение всего этого времени». «Нам известно, очница ли он?» — спрашивает Питер, уже зная ответ на свой вопрос. «Понятия не имею». «Врачи продолжают проводить тесты», — отвечает Фьюри, неопределенно пожимая плечами. «Как только анализы закончатся, я распоряжусь, чтобы его перевезли сюда». «Как мы поступим с ним, если он очнится?» Чарльз задает вопрос, над которым все думали. «Он вроде как путешественник во времени». «Мир сильно изменился, да и все, кого он знал, скорее всего, уже мертвы». «Давайте подумаем об этом позже», — сказал Питер, поворачиваясь к Фьюри. «Пусть врачи пока держат его под седацией. Мы не можем допустить, чтоб он взбосился, когда очнится. Он может случайно убить медсестру или еще кого-нибудь». Седация — технология, сочетающая комплекс мер, направленных на успокоение, физическое и эмоциональное расслабление пациента в ходе лечения. «Всегда лучше соблюдать осторожность, вступая в связь со сверхмощными людьми». «Уже сделано», — говорит Фьюри, когда его телефон внезапно вибрирует. Проверив его, Фьюри читает сообщение и снова прячет его. «Провели все испытания. Все в норме, включая мозговую активность, и транспорт уже в пути, так что скоро Роджерса доставят к нам», — Фьюри пересказывает только что полученное сообщение. «Что ж, тогда мы должны подготовиться к приему нашего путешественника во времени». Редактор субтитров А.Семкин